Всем привет, друзья! С вами Ирина Горнева, и сегодня мы с вами обсудим актуальную на все абсолютно времена тему, как правильно потратить деньги на свадьбу. Частенько бывает такое, что вроде бы и бюджет хороший, вроде бы и деньги есть, но при всем при этом свадьба получается какая-то скромненькая, какая-то недоработанная, какая-то недоорганизованная. А все потому, что неправильно и не на то потратили деньги при организации своей свадьбы. Сегодня я вам расскажу и объясню, на что важно и принципиально обращать внимание, а что не очень важно, и что можно сделать во вторую или в третью очередь. Готовы? Погнали! Друзья мои, ну, прежде чем мы с вами продолжим, я очень рекомендую вам подписаться на мой канал, включить колокольчик, поставить сразу пальчик вверх и подписаться на альтернативные источники связи со мной, на мой Яндекс.Дзен, на мой Телеграм-канал, чтобы мы ни при каких обстоятельствах с вами не потерялись и продолжили готовить ваши продуманные, красивые, организованные мероприятия. Итак, почему же бывает такое, что вроде бы и бюджет есть, а при всем при этом как-то ни на что не хватает? Это, знаете, как в обычной жизни, в общем-то, происходит. Вот вроде смотришь на человека, и хорошо он зарабатывает, да, и зарплата у него хорошая, и стабильная у него, стабильный заработок, но при всем при этом как-то вот ни на что ему постоянно не хватает. Смотришь, в конце месяца он уже вот вроде как вот начинает даже нервничать, что деньги закончились, ни на что не хватило, хотя, в общем-то, заработки у него достаточно приличные. Почему так происходит? Потому что человек неправильно тратит свой бюджет, неправильно его распределяет и тратит его не на то, на что нужно его тратить, так и со свадьбами. Прежде чем вы начнете тратить свои деньги, тратить свой бюджет, который многим кажется, о, у меня большой бюджет, о, у меня есть вот такая вот большая сумма, мне 100% хватит на все, поэтому начну-ка я, пожалуй, с какой-то мелочи. Вот прежде чем это делать, нужно понять, без чего свадьба может быть, а без чего свадьба быть не может. Вот это основное. И как только вы это поняли, нужно посчитать смету по основному. Нужно узнать, что и сколько стоит, после этого посчитать смету по реальным стоимостям. И зачастую, когда молодожены вбивают в поисковую систему или просто проходят по рекламным объявлениям, невозможно узнать реальную стоимость. То есть они видят, цена вот такая. И пишут себе, что так, ну вот на фотографа я потрачу вот такую стоимость, на ведущего я потрачу вот такую вот сумму, на банкетной площадке я потрачу такую сумму. А затем, да, ну и вроде как вот они посчитали, вот так на глаз прикинули, и думают, ох, слушай, так у меня еще столько денег останется, я смогу еще вот это, и вот это, и вот это. И начинают транжирить деньги на то, на сё, покупают какую-то мелочевку, да, или заказывают то, что совершенно не нужно, да, заказывать. Итак, давайте мы с вами определим, что же все-таки основное, и на что обязательно нужно прежде всего планировать свой бюджет, а что является неосновным, и что можно забронировать, купить, приобрести, выбрать после того, как вы расправились с основным. Итак, первое и основное – это банкетная площадка. Ну, я думаю, что вы и так это понимаете, да, потому что банкетная площадка действительно съедает достаточно большой бюджет при организации мероприятия. Поэтому прежде чем вы спланируете, да, сколько вы готовы потратить на банкетную площадку, вам нужно провести анализ, если вы самостоятельно готовитесь к своей свадьбе. Позвонить на эту банкетную площадку и спросить, а сколько стоит меню, а сколько стоит аренда, а сколько, есть ли у вас пробковый сбор или нет пробкового сбора, да, есть ли у вас мебель или нет мебели и так далее. То есть действительно максимально узнать всю информацию, чтобы понять, а сколько действительно денег я потрачу на эту банкетную площадку. Не просто там меню на человека, да, потому что помимо меню на человека есть еще дополнительные расходы, которые обязательны, которые в любом случае выливаются в дальнейшем в оплату за вот эту банкетную площадку. Узнали стоимость, узнали реальные цифры, и реальные цифры занесли в смету. Следующим этапом вам нужно понять, сколько вам нужно будет потратить на вашу команду. Это очень важно, да, то есть не просто посмотреть где-то в интернете, цена у него от 20 тысяч рублей, и вписать себе в свою предварительную смету, да, вот эта цена в 20 тысяч рублей, потому что, когда вы будете звонить, 20 тысяч рублей, это выяснится, что, ну, это цена за 2 часа работы без диджея, например, да, или там это цена за лавстори, например, если это какой-то фотограф, да, там, или видеограф и прочее. То есть это моменты, которые, про которые вы не знаете, на которые вы можете не обратить внимание, но это важно, да, для вас сейчас понимать на данном этапе, когда вы планируете составление своей сметы. Поэтому нужно не полениться, снять телефонную трубку и позвонить фотографу, если вы самостоятельно, опять же, готовите свое мероприятие к ведущему, видеографу, и узнать, а сколько реально будет стоить, если я хочу, чтобы у меня был фильм, допустим, да, чтобы у меня был клип, чтобы у меня был там ролик, инстаролик, например, да, маленький ролик для инстаграма и прочее. И вам уже назовут совершенно другую цену, чем ту цену, которую вы видите в большинстве случаев. Вам уже скажут, смотрите, это стоит вот столько, плюс еще есть транспортные расходы, это для того, чтобы мы приехали от точки А до точки Б, и вот вы эту сумму берете и переносите к себе в смету. Следующий момент очень важный, да, на что вы, на что, опять же, нужно обратить внимание, то есть вот вы первые основные, да, моменты выписали, это банкетная площадка, это фотограф, это ведущий, это видеограф, опять же, если вы хотите, чтобы у вас было видео. Далее это декор. Очень многие думают, да что там декор, ну сколько они там, сколько там может этот декор съедать? Ну, там, потрачу я там на декор 10-20 тысяч рублей. На самом-то деле нет, мои хорошие, цены на декор совершенно иные, и вам на начальном этапе, когда вы планируете свое мероприятие, нужно это понимать, что цена на декор далеко не 10 и не 20 тысяч рублей. То есть это все-таки другие стоимости, потому что есть закупка цветов, есть арендные позиции, есть, опять же, логистика, доставка, транспортные расходы, монтаж, демонтаж и прочее, да, то есть это все является такой основополагающей любого декора. И, опять же, вы можете посмотреть, где-то на сайтах будет написано, декорируем том от 20 тысяч рублей, вы можете подумать, а, ну 20 тысяч рублей я потрачу на весь декор, а на самом-то деле нет. На самом деле 20 тысяч рублей это может быть там только оформление там чего-то, да, какой-то маленькой зоны, и плюс вам нужно будет еще потратиться на доставки, на монтаж, на демонтаж. Это, знаете, недавно буквально мы общались с моим коллегой, который, ну, недавно у него была свадьба, относительно, недавно, там год назад он женился, да, и он говорит, слушай, говорит, я впервые столкнулся с пониманием, что такое декор, когда готовился к своей свадьбе. До этого я всегда думала, что, ну вот написано на сайте, допустим, да, цена там за столик, аренда столика, допустим, там 10 тысяч рублей. Я думала, ну все, отлично, за 10 тысяч рублей мне привезут этот столик, и все будет замечательно. Но, когда, говорит, я сам начал готовить свое мероприятие, и сам стал узнавать цены, выяснилось, что они 10 тысяч рублей-то вовсе. А почему? А потому что 10 тысяч рублей это сам столик, плюс привезти этот столик, это еще там 2 тысячи рублей, плюс разгрузить, погрузить, увезти обратно и прочее, да, это еще какая-то сумма. И получается, что вместо 10 тысяч рублей в итоге ты платишь 20 тысяч рублей за этот столик, потому что есть дополнительные расходы, о которых вы можете не знать. Поэтому, планируя, опять же, свои расходы, обязательно рассчитайте. Понятно, что это будет достаточно сложно сейчас, на начальном этапе, пока вы не встретитесь с декоратором, но, тем не менее, рассчитывайте таким образом, что на декор уходит львиная доля, да, львиная доля всего бюджета. Если говорить в процентном соотношении, то где-то все-таки 20, а то и 30 процентов от бюджета нужно запланировать на свой декор. 20-30 процентов от бюджета. Вы можете сделать это прямо сейчас и посмотреть, какая доля бюджета уходит на декор. Далее, следующим этапом определились с банкетной площадкой, да, ну, не определились, посчитали банкетную площадку, посчитали декор, посчитали фотографа, видеографа, ведущего. То есть это основные позиции, которые необходимы, да, это то, без чего свадьбу, ну, не сделать. Ну да, без декора можно сделать свадьбу, но это будет скорее такая не свадьба, а просто какой-то ужин, да. Все-таки, когда это задекорировано, когда есть оформление какое-то, все-таки это больше похоже на свадебную вечеринку, даже если это какой-то минималистичный декор, тем не менее, все-таки выделить зону президиума, выделить столы гостевые, выделить место церемонии нужно, это важно. Далее, следующий момент такой очень важный, на который тоже обязательно нужно заложить бюджет, это свет. Вот казалось бы, вот ну что такое свет, да, ну что там, подумаешь, и так светло. Нет, свет это очень важно. Я много раз говорила уже об этом, я даже записывала видео как-то, где показывала в репортажах, как выглядит банкет со светом, как выглядит банкет без света, как выглядит декор со светом, как выглядит дегор без света, поэтому это тоже процент от бюджета, который нужно заложить. И на световое оборудование в среднем все равно закладывается какая-то сумма, ну 30, 40, 50, где-то больше тысяч рублей в среднем уходит на световое оборудование в большом городе, да. То есть это, опять же, какой-то процент от бюджета, который нужно сразу же запланировать. Далее, это транспортные расходы, это доставки, это все доставки, которые у вас будут, это расходы на подготовку мероприятий. Если у вас площадка находится где-то далеко от Москвы, то те деньги, которые вы будете тратить на бензин, те деньги, которые будут тратить ваши подрядчики на то, чтобы приехать, на то, чтобы доставить торт и прочее, это тоже обязательные расходы, которые нужно запланировать и заложить в смету, чтобы вам на это хватило, чтобы не получилось, чтобы вам как обухом по голове ударили, что, ой, а оказывается, еще нужно там вот эту сумму, вот такую-то сумму заложить на транспортные расходы. А вы эту сумму потратили там на какую-то мелочевку, да, потому что подумали, что, ох, как здорово у меня осталась эта лишняя сумма. Обязательно нужно на это заложить. Далее, торт. Ну, конечно же, без тортика редко, когда бывают мероприятия. Бывает такое, что ребята заказывают десерт, но все-таки торт – это тоже важная позиция, на которую нужно заложить бюджет своего мероприятия. Это важно, это нужно. Без этого свадьба проходит редко очень, да, очень редко бывает такое, что свадьба без тортика. Все-таки в большинстве случаев торт есть. Есть еще позиции, которые необязательные, но тоже частенечко заказываются на мероприятии. Это выездная церемония, ну и, соответственно, оформление этой выездной церемонии. Это регистратор, отдельный человек, который приведет эту церемонию. И это диджей или живая музыка на выездную церемонию. Это тоже позиции, которые частенько все-таки заказываются на мероприятии, являются такими важными и основными при планировании своего мероприятия. И вот вы взяли, да, вот вы поняли, что хорошо, банкетная площадка у меня запланирована, сумма на банкетную площадку, да, на декор сумма запланирована, на транспортные расходы сумма запланирована, на фотографа, видеографа, ведущего сумма запланирована, на тортик сумма запланирована, значит, церемонию я запланировала, регистратор на церемонию я запланировала, диджей на церемонию я запланировала, световое оборудование я запланировала, да. Еще, кстати, помимо столового оборудования, это экраны различные. Либо экран, либо проектор, либо просто плазменные мониторы, которые частенько нужны на мероприятиях, потому что у ведущих очень часто все-таки подвязана программа с каким-то визуальным восприятием, с каким-то визуалом. Поэтому частенько заказываются дополнительно либо большие экраны, либо проектор, либо мониторы, какие-то небольшие плазменные мониторы. И на это тоже нужно запланировать бюджет, разумеется. Потому что если не хватит на это, ну, ведущий скажет, ну, ребят, ну, слушайте, ну, а как? Ну, вот у меня программа вся подвязана под какие-то видео. У меня в программе обязательно есть какой-то там подарок, там какой-то творческий, например, от гостей и так далее. То есть может получиться опять ситуация, что вы не запланировали, а это обязательно и необходимо. Есть еще одна статья расходов, которая может всплыть, как обязательная статья расходов, если вы планируете свое мероприятие где-то за городом и не хватает мощности оборудования. И как обязательная статья расходов может всплыть статья расходов на генератор. То есть нужно привести дополнительное устройство, которое обеспечит стабильную работу колонок ваших, да, акустической системы, чтобы у диджея там ничего не вышибало, не вырубало светового оборудования, декора в том числе, потому что частенько бывает такое, что вешаются всякие лампочки и прочее. И вот вы посмотрите, вот мы сейчас с вами поговорили порядка 10 минут, и мы с вами уже накидали список обязательных моментов, на что прям вот 100% нужно запланировать свой бюджет. И если вы понимаете, что хорошо, вот я вот это все взяла, вот у меня есть и на банкетную площадку запланированный бюджет, и на фото, и на видео на ведущего запланированный бюджет, тортик на тортик запланировала, световое оборудование запланировала, генератор запланировала, плазмы, проекторы и прочие экраны запланировала, декор запланировала, соответственно, транспортные расходы все запланировала, координаторы, я бы очень рекомендовала все-таки на координатора тоже, если вы самостоятельно готовите свои мероприятия, запланировать свой бюджет, а если не самостоятельно, то плюс еще и на организатора тоже нужно запланировать свой бюджет. И вот вы все это расписали, поняли, что ага, это у меня выходит вот такую сумму, и вам уже сразу же открываются глаза, вы уже сразу понимаете, что моего бюджета хватит вот на вот это, и вот у меня еще остается вот такая-то сумма, и вот на эту сумму я могу купить себе вот это, вот это, вот это. А на эту сумму вам нужно будет купить еще себе обязательно платье, обязательно костюм, обязательно кольца, обязательно обувь и алкоголь, если у вас свадьба не без алкоголя, да, не безалкогольная. То есть, соответственно, еще плюс пять дополнительных моментов, который нужно обязательно учесть в свою смету, которую вы будете составлять. Вот это всё соединив воедино, вы уже можете понимать, а вообще хватает мне бюджета или нет, а вообще реально вот ту сумму, которую я запланировала, а остаётся там хоть что-то с этой суммой или нет. И если остаётся, вот уже тогда, вот уже после того, как вы всё поняли, на что тратятся ваши деньги, уже после этого вы можете тратить на всё то, что душа захочет, на какую-то мелочёвку, на какие-то мелкие аксессуары, на какие-то дополнительные украшения и так далее. То есть на то, что, в общем-то, бюджет ещё и остался. Подготавливая своё мероприятие, вы можете также воспользоваться сайтом-приглашением, сделать сайт-приглашение бесплатно, причём совершенно, на портале Event4Me. Я уже вам рассказывала, как сделать сайт-приглашение, насколько простой и интересный там функционал на этом портале. Ссылочку я обязательно вам оставлю. И всю подготовку можно сопровождать этим сайтом-приглашение. Всю актуальную информацию можно также размещать на сайте-приглашение. И тем самым не только вы будете видеть, ага, вот это у меня сделано, вот это у меня ещё не сделано, но и ваши гости будут вместе с вами наблюдать за подготовительным процессом вашего мероприятия. То есть они будут смотреть, ага, вот этот у них фотограф будет, отлично, вот этот у них будет ведущий. Потому что все фотографии, описания, кто будет в вашей команде, можно всё абсолютно размещать на вашем сайте-приглашении. Всю информацию по дресс-коду, всю информацию по меню, всю информацию по тому, где будет банкетная площадка и какая она будет, всю информацию по каким-то развлечениям даже, всю информацию по тому, как будет проходить ваш свадебный день. Всё это можно разместить на сайте-приглашении, который можно сделать очень быстро и очень легко. Ссылочку оставлю вам в описании на портале EventFumi. Очень рекомендую пройти и сделать этот сайт-приглашении. Ну что ж, дорогие друзья, если вам понравилось это видео, если вам было полезно, всё то, что я сегодня вам рассказала, если вам было интересно, не забывайте, пожалуйста, ставить пальчики вверх, не забывайте включать колокольчик, не забывайте подписываться на мой канал, не забывайте подписываться на альтернативные источники связи со мной, это на мой Яндекс.Дзен, на мой Телеграм-канал, ссылочки я оставлю в описании. Обязательно подписывайтесь, чтобы мы с вами ни в коем случае не потерялись и продолжили готовить ваши потрясающие, красивые мероприятия. И, конечно же, не забывайте заходить на свадебный портал EventFumi для того, чтобы делать сайты-приглашения, для того, чтобы оформлять красивые пригласительные для своей свадьбы и делиться всем тем, что вы сделаете со своими гостями. Всего хорошего, рада была провести эти несколько минуточек с вами, и обнимаю всех, дарю лучики тепла и любви, и пока-пока!